Советы новичкам, как содержать сайт в чистоте и как подобрать тему. Я когда-то тоже был новичком, создавал сайт на WordPress в далеком 2012-2011 году, устанавливал бесплатную тему и понимал, что для моих нужд нужно расширить функционал сайта. Не хватало то одного, то другого. И все, я это находил плагинами, сторонними плагинами, не думая о том, что каждый плагин может давать лишний вес сайту. То есть сайт становится тяжелее с каждым установленным новым плагином на сайт. То есть тяжелее, дольше загружается страница в браузере. В этом видео я хочу именно сказать, как правильно подойти к движку WordPress, к нашему сайту на WordPress, чтобы максимально сохранить скорость загрузки сайта изначально, вот когда WordPress пустой, голый. Давайте для начала зайдем в плагины. У вас будет также два плагина ненужных. То есть если плагины есть какие-то отключенные или вот так просто висят без дела, мы их тоже не оставляем. Выделяем и удаляем. Применить. Также нам об этом говорит вкладка здоровья сайта. Вы помните, мы проходили это в прошлых видео. Также темы, неиспользуемые темы, родные даже темы WordPress. Мы с вами удаляем. Оставляя только ту тему, которой мы пользуемся, которая у нас активная. В данный момент тема Astra. В зависимости от ваших задач, вы хотите интернет-магазин или сайт про кулинарию, или какой-то блог-портал, элементарно даже какие-то социальные кнопки повесить в блог, чтобы люди могли делиться вашими записями, уже это сторонний плагин. И давайте посмотрим, как плагин влияет вообще на сайт в целом. Любой новый установленный плагин. Вот сейчас у меня плагинов нет никаких. У меня чистый голый сайт WordPress. Давайте пойдем в хостинг-панель. Я авторизуюсь. Для тех, кто не знает, сайты имеют, большинство движков сайтов имеют так называемую базу данных MySQL, где прописываются запросы. То есть каждый раз, когда страница загружается, идут запросы к базе данных. Как мы сейчас с вами посмотрим на эту базу данных. Здесь у нас есть PHP MyAdmin. Я перейду сюда. Идет перенаправление. Вот моя база. Просто хочу вам показать, какая она маленькая изначально, когда сайт у нас пустой. Посмотрите, всего 12 таблиц. И при установке каких-то плагинов туда добавляется новое содержимое. База увеличивается. И, соответственно, идет загрузка обращения нашего сайта к базе данных. И чем больше таблица, тем тяжелее сайт. Возможно, не все плагины дают прирост таблицы, но с этим ничего не поделаешь. Поэтому мы используем только необходимые плагины. Я все веду к тому, чтобы мы использовали плагины, но только необходимые. И, на мой взгляд, необходимый плагин, первый, который должен быть на сайте, это плагин кеширования. То есть, когда сайт у нас готов, когда он у нас наполнен, нам нужно обязательно, чтобы страницы кешировались. Это уменьшает вес страницы и дает небольшой прирост к скорости загрузки сайта. Вкратце, как работает кеширование. Человек впервые зашел на ваш сайт, и впоследствии он в следующий раз, когда посетит сайт, он увидит версию сайта, копию сайта из кэша. Из кэша она грузится гораздо быстрее. Ну, там кэш обновляется, там на самом деле много каких процессов идет. Плагинов для WordPress бесплатных для кеширования очень много. Я рекомендую поставить SuperCash. У него максимальное количество, то есть, WPS SuperCash. Вот он. У него максимальное количество установок, больше двух миллионов. Он на русском языке. Мы его рассмотрим, настройки, в следующем видео. Сейчас я хочу показать влияние плагина. Будет изменяться база. Увеличена таблица. Здесь или нет. Я нажимаю установить. Активировать. Видим здесь предупреждение. Можно здесь отключить. Нам также говорят, что наш плагин не включен. Рассмотрим мы его в следующем видео. Пока просто его включим. Кеширование включено. Обновить. То есть, плагин стоит на сайте. Идем в phpMyAdmin. Я обновляю страницу. А в данном случае у нас таблица не добавляются. Новые. 12 таблиц. Но имейте это в виду. Вот эта таблица будет расти по мере новых плагинов. Не все плагины добавляют, но, как правило, какие-то тяжеловесные плагины, особенно влияющие на какие-то внешние факторы сайта, они дают здесь таблицы. То есть, вот этот плагин, который я сейчас установил, мы все его ставим в обязательном порядке. Это первый обязательный плагин, который должен быть на всех WordPress сайтах. Теперь поговорим о темах. И как избежать установку дополнительных новых плагинов. Вы должны знать, что коммерческие темы, качественные, сделанные, на борту имеют уже встроенные необходимые плагины. Это может быть карта сайта, социальные кнопки и так далее. И сейчас поговорим о темах. Вы должны понимать, что для своего сайта нужно купить хорошую, качественную тему. Но перед тем, как ее купить, нужно ее изучить, почитать информацию о ней, чтобы она подходила под ваши нужды. И я могу порекомендовать несколько вариантов. Первый вариант. ВП-шоп. На что нужно обращать внимание еще, хочу сказать. Желательно, чтобы разработчики были русские. Почему? Потому что, как правило, сама тема будет на русском языке. Это уже даст вам больше преимущества, если вы не знаете английский язык, потому что все будет на русском. Второе. Русская техподдержка. Это очень важно. Если что-то не получается, вы купили тему, разработчики предоставляют еще техническую поддержку, отвечая на ваши вопросы. И ВП-шоп – это магазин тем, где делают очень качественные темы. Во-первых, они оптимизированы SEO. Внедрены необходимые плагины. Они быстро загружаются. Вам даже, может быть, достаточно уставить вот эту тему, и вы никакие плагины ставить не будете, и у вас будет красивый сайт. И сразу несколько слов о конструкторах. Если вы знаете, типа Elementor и другие. И если вы будете их использовать, вы можете забыть о быстрой загрузке страниц. Они все тяжеловесные. Оптимизировать их не получится. Поэтому я рекомендую именно купить коммерческую тему под ваши нужды, где есть все для вас необходимое, избегая всех этих конструкторов и так далее. Да, конструкторы можно использовать. Да, я записывал о них видеокурсы. Но если вы делаете упор на быструю скорость загрузки сайта, для вас это приоритет, то мы избегаем установку конструкторов. Ссылки я оставлю под этим видео. Здесь вы можете перейти премиум-шаблоны. У них немного шаблонов, но у них есть заточенные, например, новая тема Боно под интернет-магазин и другие темы. Вы просто посмотрите, почитайте. Вот, например, Еле тема, которая у них обновилась недавно. Вы просто почитайте. Социальные кнопки уже внедрены. Например, вот это я нигде не видел. Ролик с YouTube вставляете на сайт. Когда человек с сайта досмотрел ролик до конца, всплывает автоматическое окно. Понравился ролик, поделитесь в соцсетях. Вот здесь это видно. Даже такой плагин попробуйте поискать, может быть, не найдете. Здесь все есть. SEO-оптимизация. Быстрая скорость загрузки страниц. И я еще предоставляю здесь для этой темы 15% скидка от Федора Васильева. И еще преимущество. Вы покупаете эту тему, например, на один домен. Всего за 3,230 один раз вы платите. И пожизненная поддержка. Вот здесь они об этом пишут. Я не пытаюсь сейчас вам рекламировать эти темы. Они действительно качественные и хорошие. Я для будущего какого-то своего проекта сам хочу использовать вот эту тему Еле для другого сайта. Здесь тем мало. Возможно, вам они не понравятся. Всего вот их ничего. Если здесь вы не найдете какую-то тему, которая вам подойдет, я предлагаю обратиться к всемирному магазину NWATO. Ссылку оставлю в описании. Здесь со всего мира разработчики продают свои темы. Но вы должны понимать, что поддержка будет на английском языке. И темы будут, скорее всего, все на английском языке. И, как правило, такие темы не заточены под русскую аудиторию. Это выражается в нехватке социальных русских сетей. Например, социальные кнопки внедрены в тему, но нету ВКонтакте, Одноклассников и так далее. И вы будете часто упираться вот в такие моменты при покупке темы, которая сделана для заграничного рынка. Поэтому я рекомендую все-таки искать русских разработчиков. Но я считаю, вот этот вариант прям я лучше не видел. Под магазин есть, под блог есть, про кулинарный сайт вот есть, про ведение блога с уклоном на социальные сети есть. Как инватор пользоваться? Здесь вы зарегистрируетесь. Через хром-браузер вы можете перейти на этот сайт, чтобы он автоматически у вас был на русском языке. Здесь в поиске можете выбрать, например, WordPress, обновиться, и вы сможете видеть сразу демонстрацию, перейти цену на шаблон. То есть, конечно, изучите сначала тему, чтобы она вам подходила. Здесь огромное количество тем, я думаю, вы для себя что-то найдете. То есть, резюмирую, вы должны точно представлять, что грамотная коммерческая тема на борту может иметь все необходимые плагины. И при этом сайт будет грузиться быстрее, нежели, если вы эти все плагины где-то отдельно найдете в репозитории, бесплатные, установите, настроите, это все будет тяжелее. Поверьте мне, это из опыта. Когда вы берете одну тему, где все внутри есть, сайт будет быстрее грузиться. Но опять же, нужно смотреть на саму тему. Темы тоже бывают тяжелые. Обычно разработчики пишут, что тема быстрая, все, но они все так пишут. Нужно как-то смотреть демонстрацию темы, смотреть отзывы, возможно, потому что купите тему, а тема окажется, например, тяжеловесная. Но, как правило, они все быстрые. То есть, если делал профессионал, темы, они, как правило, быстрые. На протяжении предыдущих уроков мы с вами использовали тему Astra. Если вы меня спросите, да, ее тоже можно использовать. Она качественная. И лучше перейти на Pro-версию, чтобы иметь все необходимые плюшки, чтобы вы могли полностью использовать весь потенциал данной темы. Итак, я думаю, на этом я видео заканчиваю. Я думаю, вы понимаете теперь, как вам действовать. Вы знаете, что картинки нужно оптимизировать, не захламлять сайт плагинами и ставить только качественные темы. В следующем видео мы с вами разберем WP SuperCash. Но на самом деле здесь просто включим необходимые рекомендованные плагины и сравним, как это влияет на сайт. Ну, на сайт это влияет чуть-чуть, не сильно, но вес страницы уменьшается 100%, что позволяет быстрее грузиться вашему сайту. И страницы кешируются, что и нужно для нашего сайта. Увидимся в следующем видео.